Чрезвычайная ситуация на телеканале Беларусь4. Преступление имущественного характера в центре нашего внимания сегодня. Через кропотливую работу сотрудников уголовного розыска, экспертов-криминалистов и исследователей мы расскажем о самых крупных хищениях за последнее время на Гомельщине. Кража – тема очередного выпуска программы «Чрезвычайная ситуация». Начнем, пожалуй, с одних из самых распространенных и наиболее частых типов преступлений – краж и хищений из домов и квартир жителей нашей области. В сентябре этого года сотрудниками отдела уголовного розыска Советского района областного центра был задержан 34-летний гомельчанин, который, по версии правоохранителей, мог быть причастен к серии квалифицированных краж из квартир в микрорайоне «Залинейный». Преступник не давал признательных показаний. Еще бы, ведь его отпечатков не было ни в одной базе данных, а на месте преступления злоумышленник не оставлял следов. «В дом проникал путем вскрытия стеклопакета. Как правило, забирал все, что стоило, что имело маломальскую ценность». Начиная с февраля 2016 года весь уголовный розыск Советского района ломал голову над тем, как задержать новоиспеченного форточника и тем самым сбить стремительно нарастающую волну незаконных проникновений в жилища. Счет причиненного вреда сначала был на сотни, затем и на тысячи белорусских рублей. Способ, почерки, характер, преступления указывали на то, что это был один и тот же человек, и работал вор по всем законам жанра. На дело шел в перчатках, чтобы не оставлять следов, на подошву ботинок наклеивал скотч. В список предметов грабежа входило все, что попадало под руку – от наличности, драгоценностей, телефонов, планшетов и электронной бытовой техники, до кастрюль, сковородок, будильников, чайных наборов и даже антиквариата. Вор не брезговал старинными швейными машинками, часами, иконами и прочими предметами старины. При этом часть краденого добра размещал у себя в гараже, часть – у знакомых. Жене – ночных похождениях. Ни слова. Проживал с семьей с несовершеннолетним сыном. На совершении преступления, как поясняют, оттал тяжелое материальное положение. Семья не была в курсе того, каким образом достается ему денег. Ежедневной задачей вора было как можно быстрее сбыть краденое имущество, которое чаще всего он продавал за копейки. Вот данные официальной статистики. За 8 месяцев 2016 года на территории Гомельской области зарегистрировано 3750 краж. Наибольшее число преступлений произошло в советском районе города Гомеля, Реческом, Мозорском, Жлобинском и Гомельском районах. Из общего количества хищений раскрыто 45% краж. Сумма ущерба составляет около 550 тысяч динаминированных белорусских рублей. Между тем, в милицистских сводках все чаще фигурирует так называемая квалифицированная кража. И при этом выражение «украл, выпил в тюрьму» не теряет своей актуальности. В сентябре этого года в производстве Гомельского городского отдела Следственного комитета находилось уголовное отдело о серии нетипичных хищений на территории областного центра. Преступники работали по наводке и выбирали квартиры только состоятельных владельцев. В группу входили двое мужчин и одна женщина. В день их заработок варьировался от 200 до нескольких тысяч долларов на каждого. Покупали специально замки, специально приспосабливали ключи, отмычки для того, чтобы проникать в квартиры. По большому счету для профессионального вора ни один замок не является преградой. Модификация и сложность запорного устройства влияет лишь на время, которое уходит у преступника на его вскрытие. Абсолютно проходными злоумышленники считают облоидные замки. В народе их называют кнопочными, а также навесные и реечные. Порой эксперты удивляются простоте и гениальности идей злоумышленников. Ну, что касается неординарных случаев вскрытия дверей, то к этим случаям можно отнести вскрытие дверей домкратами. Обыкновенные автомобильными домкратами, когда в противоположную стену либо чуть ближе ставят какое-то упорное устройство для упора домкрата, просто выкручивают домкрат в сторону двери и он своей массой, просто за счет своих свойств, он просто выдавливает дверь. Отпечатки пальцев, следы от обуви, волосы, частицы кожи человека и его одежды, капли пота и прочие биологические объекты – все это улики на месте преступления, с которыми работают эксперты. Каким бы профессионализмом и опытом не отличался вор, рано или поздно он все равно ошибается. Лично я изымал с входной двери след уха человека, то есть квартиру предварительно, опять-таки, квалифицированная кража, предварительно прослушивали квартиры и при обработке с дуэкстерскими порошками внешней поверхности двери был выявлен след уха человека, то есть ушной раковиной. Вот что действительно воры обходят стороной, так это квартиры с охранной сигнализацией. Процент проникновения в такие жилища ничтожен, раскрываемость стопроцентная. С момента срабатывания систем охраны до приезда группы задержания проходит в среднем от одной до трех минут. За такой короткий отрезок времени преступник просто не успевает обследовать квартиру и вынести из нее ценные вещи, да и риск оказаться на пути у группы задержания слишком велик. Железные двери, серьезные замки – это больше, как говорят специалисты, которые занимаются непосредственно этими как дверьми, так и запорными устройствами, это защита от честных людей, потому что есть те, скажем так, опытные специалисты, в кавычках, которые могут скрыть любой сложный замок, начиная от полминуты, максимум до полутора минут. Именно в установке систем охраны правоохранители сейчас видят самый надежный способ предупреждения подавляющего большинства краж из дач и домов, расположенных на территориях садоводческих товариществ. Процент хищений из этих объектов просто космический. Пик всегда приходится на холодное время года. Кражи из садоводческих товариществ, они однозначно носят сезонный характер. Сейчас, только за вчерашние сутки, у нас было заверсено два грабежа, когда в одном случае было украдено 15 килограмм помидор, во втором случае было украдено 35 килограмм лука, то есть уже созрела овощная продукция, и, соответственно, как я говорю, мы ходим с вами на работу, и преступный элемент тоже, он не спит, тоже ходит на работу. В данном случае под преступным элементом следует понимать людей социального образа жизни, пьющих, неработающих, без определенного места жительства, наркоманов и рецидивистов. По статистике, именно ранее судимые люди чаще всего начинают бомбить загородные коттеджи и летние жилые строения. Тема краж близка каждому из нас не только потому, что хищения являются одним из самых распространенных видов преступления. Просто все мы в жизни так или иначе испытывали неприятные ощущения, связанные с воровством. Будь то украденный кошелек с деньгами или мобильный телефон, велосипед или сумочка, интересная идея или драгоценное время. В любом случае неприятно, а когда хищениями начинают заниматься должностные лица, это неприятно вдвойне. Ведь по идее материально ответственные люди должны вести себя ответственно, а получается иногда наоборот. Итоги сдержки бюджета компании, злоупотребление служебными полномочиями, нецелевое расходование средств и взяточничества. Но об этом более подробно в нашем следующем материале. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Равную в среднем от 6 до 12 процентов стоимости товара. Это с учетом вычета налога на добавленную стоимость. Общая сумма взяток по материалам уголовного дела составила 40 тысяч динаминированных белорусских рублей. Естественно, провернуть такое в одиночку директору было не под силу. За регулярную плату к нему в сообщники пошел начальник сектора маркетинга и правовой работы. В рамках производства по уголовному делу проведен большой объем следственных действий. Допрошено более 80 свидетелей. Проведено 35 выемок документов, 11 очных ставок, свыше 20 обысков и осмотров по месту работы и жительства фигурантов уголовного дела. Экспертами проведено 9 трудоемких экспертиз. Всего следователям удалось установить 43 эпизода противоправной преступной деятельности обвиняемых. Кроме того, в процессе расследования всплыли не менее интересные факты. В 2013 году генеральный директор отремонтировал за счет предприятия поврежденный им в ДТП легковой автомобиль. А в 2014 усилиями рабочих своей же организации провел электрификацию жилого дома на территории участка, владельцем которого является его жена. Следователями приняты меры по обеспечению возмещения ущерба. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 110 тысяч динаминированных рублей, в том числе дом и дорогостоящий автомобиль. Кстати, свой автомобиль Hyundai Grandeur 2013 года выпуска предприимчивый директор попытался скрыть от ареста, дважды переоформив его на других владельцев. В отношении должностных лиц Гомель Госплемпредприятия заведено уголовное дело. Документы переданы в суд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из них подавляющее большинство связаны со взятками и хищениями путем злоупотребления властью. Ущерб исчисляется сотнями тысяч белорусских рублей. Однако от этой цифры не отстают банальные кражи на предприятиях и объектах строительства. Так, во время монтажа высоковольтной линии электропередач для движения электропоездов на участке железной дороги от Бобруйска до Гомеля, весной 2014 года милиционеры столкнулись с большой проблемой. Стали пропадать заземляющие провода. Они устанавливались непосредственно на железнодорожном полотне и играли функцию возвращения электрического разряда от рельсов в устройство трансформатора электроэнергии. Они ворвали омедненные дроссельные перемычки, которые представляют собой, как правильно сказали, тросы различного сечения, примерно от сантиметра до полутора сантиметров. В своем составе они содержали медь и при установке еще осуществлялась работа и они не были заземлены, скажем, не подключены. Не было на них дано электричество. Поэтому была возможность у преступников их совершать. За два года проведения работ по электрификации железной дороги только на территории обслуживания Гомельского отдела внутренних дел на транспорте было зарегистрировано более 15 фактов хищения омедненных проводов на сумму порядка 30 тысяч белорусских рублей. Краденое добро злоумышленники сдавали через посредников в пункты приема цветных металлов. Чтобы остановить серию краж компании-изготовителю дроссельных перемычек, пришлось покрасить их в черный цвет. И это помогло. Кражи прекратились. С виду она ярко такого оранжевого цвета и, скажем так, она блестит и издалека видно. И все вот эти преступники, как сорока на блестящие, слетались. К слову, кто только не зарабатывает на сборе, скупке и перепродаже лома черных и цветных металлов. Милицейские сводки еженедельно пестрят такими фактами. Преступлением способствует открытая граница с Россией. Туда вывозится основная масса теневого металлолома. Нередко к данному виду нелегального бизнеса подключаются представители национальных меньшинств. Однако их специализация – это все же мошенничество и обман пенсионеров. В сентябре 2016 в дом к этой пожилой женщине наведались четыре незнакомки. Попросили у нее воды, стали отвлекать внимание разными вопросами. Долго они хотели уходить и в итоге украли у доверчивой пенсионерки 400 белорусских рублей. Сели за стол, ездят и едят сухий хлеб. Я жалко стало, что сухий хлеб. Я пошла в это время у веранды, у меня помидоры. Думаешь, дам я им помидоры. И они, видимо, в это время, как я по помидор пошла, они на корвач, а на корвачи деньги. Это уже не люди, а звери. Гости вошли в дом к пенсионерке свободно. При этом вели себя культурно, были вежливы. Однако маски сошли с их лиц при первом же удобном случае. Для нас это тоже такая проблема. Почему? Потому что потерпевшие – это люди престарелого возраста. Похищают самое последнее. Воруют то, что, как говорится, люди оставляют себе на последний день на похороны. Говоря о кражах на селе, нельзя не упомянуть проблему хищения велосипедов. Как правило, для злоумышленников противоугодные замки не являются преградой. Потому что сама оболочка этого троса, она может быть и толстая. Но внутри находятся тонкие жилы переплетенные, которые ножницами по металлу, то есть любым ежущим предметом, в принципе, они могут быть перекушены, перепилены в кратчайшие сроки. Сумма ущерба по кражам велосипедов заставляет над ней серьезно задуматься. За 8 месяцев 2016-го у велосипедистов похищено имущество на сумму более чем в 100 тысяч рублей. Раскрываемость 46%. То есть каждый второй велолюбитель в Гомельской области навсегда простился с двухколесной техникой. А ведь иногда угнанные велосипеды стоят дороже подержанных автомобилей. Верный способ их защитить – поставить на учет в милицию. Мы столкнулись с ситуацией, когда проводили акции по постановке на учет велосипедов. Интересный такой велосипед встретили. Поинтересовавшись у владельца, сколько он стоит, он стоил как средние руки автомашины. Примеров популярности велосипедов, как объектов наживы преступников, масса. Самый яркий из них – кража целой партии навороченных байков и специализированного магазина, расположенного в Гомеле на улице Интернациональной. Воспользовавшись тем, что помещение в ночное время не охраняется, воры проникли в торговый зал и вынесли велосипедов столько, сколько смогли вместить в свой микроавтобус. Было похищено более 20 велосипедов за одну ночь. Дорогих велосипедов тоже выбирали по стоимости. И стоимость некоторых велосипедов в районе 1000 долларов и 1000 евро даже. И хочу сказать, что значительная часть похищенного изъята. Нам удалось найти гараж, где хранилась большая часть этих велосипедов. Чтобы преступники не знали, как сбыть их, что с ними делать. Беспечность – главная болезнь и автовладельцев. Многие из них как будто специально играют в дразнилки с преступниками, оставляя в салонах своих авто сумки, барсетки, планшеты, мобильные телефоны и даже деньги. Вот только очень часто такие игры заканчиваются не в пользу беспечных автолюбителей. С января по август в Гомельской области зафиксировано 320 краш из машин. Ущерб перевалил за 120 тысяч рублей. Видимо, пока не грянет гром, наши люди о плохом предпочитают не думать. По большому счету, воровство – проблема общечеловеческая. Люди хотят жить лучше, но забывают, что забирая чужое, свое уже найти вряд ли получится. Это была программа «Чрезвычайная ситуация» на телеканале Беларусь-4. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова